Добрый день! С вами Сергей Мартынец и сегодня мы поговорим о трех категориях людей в сетевом маркетинге. Более пяти лет назад я впервые посетил одну крупную презентацию сетевой компании. И вы знаете, меня настолько это вдохновило, что в голове к концу презентации нарисовалось несколько человек, благодаря которым я построил огромный бизнес. Как вы догадываетесь, этого не произошло. Я начал изучать эту профессию, я начал разбираться, почему же так происходит. И я понял, что есть несколько категорий людей в нашем бизнесе. Первая категория это так называемые позеры. Это сравнить с лотерейщиками. Это те люди, которые в голове рисуют несколько человек, благодаря которых, за счет которых они хотят построить этот бизнес. Как правило, эти люди не пишут список, они не пользуются продукцией. Иногда они даже не успевают еще подписать контракт с компанией, они уже кому-то что-то рассказывают. Они не изучают систему, они не пользуются инструментами. Это те люди, которые вот пришли и, как правило, через месяц их уже нет. Я думаю, в любом деле есть такие позеры. Вторая категория людей это любители. Это те люди, которые начинают разбираться в нашем бизнесе, они изучают систему, может быть. Они посещают иногда события компании, они пользуются даже некоторыми продуктами, они даже проводят какие-то встречи. Но, как правило, любители это делают только тогда, когда они хотят, когда у них есть настроение. И, в принципе, не на постоянной основе. Это те люди, которые иногда выпадают с бизнеса, иногда приходят в него, возвращаются. Они часто меняют компании, они ищут, знаете, вот что-то такое, золотую живу. А вот в эту компанию сейчас я прийду и здесь все будет классно. А вот если я подпишу вот того знакомого сетевика, он за меня построит бизнес и все будет шоколаден. Знакомые мысли? Вы знаете, таких людей очень много в нашем бизнесе. И, как правило, эти люди не зарабатывают хорошие деньги. Они могут метаться с компанией в компанию, они могут делать какую-то непонятную работу, искать какие-то золотые, какие-то супер классные шаблоны. Они пытаются делать какие-то супер странички захвата в интернете, они пытаются какие-то супер классные методики отыскать. Да, это те люди, которые любители. Но есть третья категория людей, это профессионалы. Это те люди, которые уже не ищут золотые жилы. Они не ищут какие-то супер методики, они понимают, чтобы стать профессионалом, чтобы зарабатывать большие деньги в сетевом маркетинге, нужно проделать большую работу. И даже когда они подписывают какого-то человека, они не радуются, они не расстраиваются, потому что они понимают, что это всего лишь следующий партнер. Это всего лишь следующая встреча, это всего лишь еще один звонок. И вы знаете, чтобы стать профессионалом, нужно делать эту работу. И, как правило, чтобы стать профи, есть такая теория, что нужно 10 тысяч часов. Да, кто-то быстрее, кто-то дольше к этому идет. Но, как правило, это просто решение, это ваше решение стать профессионалом. Профессионалы делают работу ту, которую нужно и тогда, когда нужно. И это основной критерий. И уровень профессионализма показывает ваш ежемесячный чек. Если вы считаете себя профессионалом, но вы не зарабатываете деньги еще в сетевом маркетинге, это значит, что вы любите. Если вы зарабатываете деньги, но нестабильные, если у вас выстроило, может быть, в вашей компании есть какой-то бонус, или, может быть, у вас бинарный маркетинг-план, все знают, что это нестабильный, то вы еще не профессионал. Если вы зарабатываете стабильно и вы помогаете зарабатывать вашим партнерам, это значит, что вы уже, скорее всего, профессионал. Друзья, я хочу вам посоветовать, чтобы вы как можно скорее пришли в третью категорию, как можно скорее вы перестали париться, вообще думать о том, какие люди в вашей команде, о том, когда вы подпишете супер-классного предпринимателя или сетевика. Вы должны думать только о том, кто вы, куда вы двигаетесь, какие люди могут за вами пойти, потому что ваш бизнес – это как раз величина вашей личности. Вы за собой поведете людей только тогда, когда вы станете большой личностью. Если это видео было полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сергей Мартынец. Будьте профессионалами. С вами был Игорь Негода.